Не пускают наши депутаты, они не могут забрать плакаты. Да, наши соратники пришли на прием депутату Государственной Думы, и их не пускать это как минимум незаконно. У вас не ведется, давайте честно. Но они придут, будут ждать. Подождите, а кто ведет прием? Вы же не знаете, как работает аппарат депутата? А я вам объясню. У депутата около 46 помощников, и каждый из них имеет право принимать людей. Они подготавливают материалы и потом выносят на почту. Я даже спорить не буду. Вот скажите, когда здесь были представители, заказчики, вы с ними этот вопрос обсудили? Вы им сказали... Я не верну, вот этот вопрос обсудили. Нет, нет, нет. Послушайте, им депутат сказал, не препятствуйте нашему... Вы им напомнили еще раз об этом? Ну, они же здесь, при вас были здесь. Вы им сказали... Напоминаем вам требования законодательства. Вы им сказали об этом? Им сказал об этом депутат. Им все сказали. Ну, а получается сейчас интересная ситуация. Полиция им это сказала. Вот они ушли, вы сидели спокойно, ждали, когда они ушли. И сейчас приходите, и нам начинаете выносить в нее, честное слово. Как бы это специально должно быть. Не то, что там они ушли, мы там ждали, когда они уйдут. Нет. Ну, получается, так по факту. Нет. Они ушли просто потому, что дальше они не могут здесь находиться до урегулирования наверху. И до урегулирования они не имеют права вам что-то давать, какие-то указания, которые нарушают закон. Посмотрите... Тема о том, что это нарушение законов, указали... У вас как зовут, извините? У меня там все дни и вас. Ну, давай-ка. Людмила Николаевна, вы смотрите, вы все взрослые люди. Уже такая ситуация конфликтная, она уже как бы есть. Вы видите, что ситуация там вызов, приехала полиция, сотрудники... Частного охрана предприятия, не-не, подождите, я никого не узнал. Сотрудники частного охрана предприятия. Если депутат Государственной Думы с ними разговаривал, и, наверное, какую-то позицию свою высказал, ну, когда уходят люди, там, везде разговаривали, вы скажите, давайте еще раз определимся, вот, чтобы вот так, вот так, вот так, чтобы люди все слышали это, и все знали. Вы все сказали, что вы не системе охраны. Вы сейчас говорите о том, что вас подставили. Я ничего не говорю, что нас подставили. Фактически, да. Вот вы, с точки зрения юридической, мне сказали, что вас подставили подружить. Есть контрактное обязательство, Юма. То есть, если вам скажут, расстреляете человека, вы по контракту это сделаете? Нет, нет, нет. В контракте, там же не сказано, что здесь находится общественная приемная депутата Государственного Днания. А читать вы умеете? Нет, нет, послушайте. И то, что здесь у вас там какой-то особый порядок прохода в общественной приемной. Тогда вы должны были как-то это согласовать. Это согласовано? В контракте должно быть указано, что здесь это охраняемый объект, но... То есть, вы за свою достаточно долгую жизнь, большой опыт никогда не видели, что кто-то когда-то начинает мухлевать? Никогда не видели? Я не видел. Да ладно. Да ладно. Я не видел. Вы сейчас... Я не видел. Давайте, я не знаю, кто там, может, вы видели. Я не видел. Сейчас просто спорная ситуация такая, вы сейчас хотите, чтобы мы нарушили наши договорные обязательства заказчика. Вы просто позвоните заказчика, что вам мешает. Мы с ним выходили, они говорят, никого не запускай. На каком основании? Вы почему препятствуете? Потому что вам сказали, как делать? Нет, потому что у нас есть договорные обязательства. Федеральный закон, но вы же не можете нарушать закон федеральный? А то, что вам сказали ваши заказчики... А какой федеральный закон? Номер три. Номер три, да, почитайте. Не знаете. О статусе депутата Государственной Думы, о его приемной. Там прописан статус. Вы что, вы будете закон, что ли, нарушать? Я... Нет, я думаю, что нет, вы же адекватный человек. Ну тогда пустите людей, которые пришли сюда, к депутату. Ну или что, вы будете дальше нарушать? Пускай депутат Государственной Думы все-таки решает вопрос в рамках правового поля. Вон, в рамках правового поля. Абсолютно все в рамках. Но не надо становиться на сторону врагов. Вот не надо. Давайте считать, что... Понимаете? Ну что, пропустите, вы нарушаете закон. Мы говорим о правовом... Вы нарушаете сейчас закон. Незаконно препятствует... Зайти сюда, значит, людям, которые будут ждать депутата Госдумы. Вы имеете право обратиться в суд? Нет. А зачем суд? Полицию сейчас еще раз вызываю. Давайте. Давайте, вызываю. Это ваше законное право. Вызываю еще раз. Действуемся и в рамках. Конечно. Кто же сомневался? Игорь Михайлович. О! Меня дозвонят? Да. Алло. сейчас машину один в таком сиске ну ищи да я прошу вас позвольте кого запустить люди хранили что-то Да при чем здесь разум, Александр Алексеевич, мне до разума, как до фонаря. Вы можете решить вопрос с заказчиками о порядке прохождения. Если сейчас приедут сотрудники органов пендел, пускай они звонят и выясняют ее. Ладно, у меня телефона нет. Ладно, хорошо. Вы знаете, как можно забрать имущество? На каком основании вообще-то вы не волосуете? Не к нам. По поводу вашего имущества, оно вы поможете? Ну да, как можно забрать. Это не к нам. Людей будете пропускать? Людей будете пропускать? Нет, никого сейчас пропускать не будем. Хорошо. Вы что, нас арестовали? Нет, вы выйти можете. Выйти можно, зайти нельзя. Нет, а почему людям зайти нельзя взять то, что им принадлежит? Почему вы вчера это не принимали? Почему вы вчера это не принимали? Почему вы не решили сначала на медицинском? Ладно, позвоню полицию. Мы решаем. Продолжение следует...